Осталось ввести планерочку только мне. Планерка ужасно срочная, поэтому собирайте всех своих. Мы с вами сегодня будем разговаривать о том, что такое кодекс компании, о том, что такое перерегистрации. И это очень важно, потому что недавнешний случай вывел нас всех из колеи. И мы были в шоке, как наши новички не знают кодекс компании. Поэтому о нем нужно говорить с самого начала. Итак, случай сейчас я вам расскажу. Он был очень интересный. И каталог назад к нам зарегистрировалась девушка. Она зарегистрировалась, все было хорошо. И вдруг мы узнаем, что она меняет русские буквы на английский и регистрирует с других структур себе людей. Понятно, что сразу же людей всех мы удалили. И сейчас мы собираем срочную планерку, чтобы вы знали, почему нельзя перерегистрировать. Дорогие новички, конечно же, те, кто пришел к нам 2-3 каталога назад, мы для вас не проводили таких вот важных планерочек. И, конечно, вы не знаете, что такое кодекс компании. А на самом деле кодекс компании, ну все, в принципе, кто соблюдает кодекс компании, работает хорошо, работает смело, работает на плаву. И у него нет никогда никаких проблем. То есть, вот, и давайте же сейчас с вами поговорим прямо через демонстрацию экрана обо всех, обо всех вот этих вот перерегистрациях. Кого можно регистрировать, кого нельзя. Как мы проверяем человека перед тем, зарегистрирован он или нет и так далее, и так далее. Скажите, пожалуйста, будет ли полезна вам данная тема, чтобы вы не оказались в такой ситуации, как вот этот вот новичок, которого, грубо говоря, ну наругали. Потому что это важно и нужно доносить каждому наставнику до каждого своего новичка. И кодекс компании, в принципе, у нас очень похож на все остальные кодексы остальных всех сетевых компаний. Он ничем не отличается во всех сетевых компаниях, один и тот же кодекс. Два регистрационных номера человек не имеет права иметь. Так ведь? Вот, поэтому сейчас мы с вами, я включу демонстрацию экрана. Поставьте мне плюсики. Кому не видно, кому не видно демонстрацию экрана, должно быть много-много меня. Сейчас это и есть самая демонстрация экрана, да. Кому это не видно, нажимаем кнопочку F5 и перезаходим. Так, во-первых, я забыла пройти на наш командный сайт. Ну, во-первых, конечно, при регистрации, дорогие коллеги, на наш командный сайт, когда вы проходите и нажимаете обучение, то первое задание, оно открыто всему интернету. Да, вот я на него нажимаю. Это сейчас наш командный сайт интернет-проекта Фаберлик Онлайн. Вот, да, и смотрим. У нас тут с вами есть вступительное задание, через которое проходят все новички после поздравления с регистрацией в команду международного интернет-проекта Фаберлик Онлайн. Также хочется сказать, что компания сотрудничает с 42 странами и, конечно же, во всех странах одинаковый кодекс, который касается всех. Беларусь, Казахстан, Таджикистан, везде все одинаково, так же, как в России, так же, как в Украине и так далее, да. У нас с вами на самом деле очень много стран, но кодекс, он единый, да. И, конечно же, перед началом обучения мы всегда у новичка спрашиваем, зарегистрирован ли он или его близкие родственники. Есть ли ему 14 лет, да, вашему новичку, то есть можно регистрироваться с 14 лет. И также тут черным по белому прописано. Консультант Фаберлик может иметь только один регистрационный номер в структуре своего наставника. И смотрим очень важный такой пункт под номером 2. Это родственники, родители, братья, сестры. Сейчас я прибавлю, да, вот так, я думаю, будет лучше. Вот я здесь читаю, да, родственники, родители, братья, сестры, да, то есть именно прямые родственники, да, то есть двоюродная сестра, свекор, свекровь, это уже не прямые родственники, да. Сводные братья, сестры, это тоже уже не прямые родственники, да. То есть только прямые родственники должны быть зарегистрированы в компании у одного наставника или являться наставниками друг друга. То есть что будет правильно? Если вы зарегистрируете себя, допустим, а под себя своего папу, свою маму, своего там, к примеру, брата родного, свою сестру родную, то никаких нарушений нет, да. То есть если вы зарегистрировались, к примеру, вы зарегистрировались на проекте Фаберлик Онлайн, а где-то до этого была зарегистрирована ваша родная сестра или ваша мама, папа, да, брат, неважно, то вы не имеете права иметь тут номер в нашем проекте. Вот такие вот правила. То же самое, если вы зарегистрировались на интернет-проекте Фаберлик Онлайн, да, без разницы в структуру какого директора, да, что к нам на проект, то ваши близкие родственники после того, как вы зарегистрировались у нас, имеют право регистрироваться, да, муж тоже близкий родственник, муж тоже близкий родственник, да, вот, имеют право регистрироваться только под вас и только в вашу структуру, вот, и это очень-очень важно. Скажите, пожалуйста, всем ли понятен этот момент, дорогие наши коллеги? Да, всем понятен. Вот это вот самое-самое важное. Если у вас есть вопросы, пишите их, пожалуйста, вверху во вкладочку «Вопросы», чтобы я потом всем-всем рассказала в подробностях, да. Вот. Будучи наставником, консультант не имеет права ни при каких условиях предлагать регистрацию в свою структуру уже зарегистрированному консультанту, да. То есть тут не имеет права предлагать никто, да. И хозяин ПВ, да, у нас с вами часто такое бывает, что вы приходите забирать заказы на пункт выдачи и вам говорят «Ой, да они далеко живут, да какую они вам систему роста дадут, да я ближе, идите к нам, да». То есть у кого такое было, можете написать «У меня», да, то есть мы будем знать, что вот у вас есть нарушение, да, на вашем пункте выдачи, да. Вот часто очень такое бывает. Также очень часто такое бывает, что люди сами к нам просятся из-за того, что у нас очень хороший рост. «Ну, пожалуйста, ну возьмите меня, ну давайте сестру, ну давайте брата, ну я никому не расскажу, я никому не подскажу». И наивный новичок, который только пришел и к которому так вот просится на проект, он верит и регистрирует. Так вот, это называется нарушение кодекса. Что будет с перерегистрированным человеком, да? Во-первых, у него нет будущего в компании абсолютно никакого. Почему? Потому что при заключении договора с компанией он обязан предоставить паспорт, да, чтобы открыть перевод денег на расчетный счет в банке, он будет открывать индивидуальное предпринимательство. И человек, который перерегистрирован, он никогда, ни при каких условиях не сможет открыть контракт с компанией и не сможет вывести деньги со своего счета, то есть он работал зря. Когда его выявят, что он перерегистрирован, да, то есть выявление перерегистрации, говорит о том, что этого человека удаляют, и он зря работал, он зря работал, понимаете? Вот в чем суть. Нельзя иметь повторных номеров. Всем ли это понятно? Задавайте вопросы. Я отказывала. Было, было, да. Я понимаю, да, что было. Мне не прямо, но что, мол, в этот так, зачем это вы не к нам? Ну, начинается, да. Вот. Во-первых, это очень-очень важно знать, чтобы у вас не получилось так же, как у этой девушки. Потому что девушка буквально, ну, месяц, ну, где-то полтора каталога на проекте, и сейчас стоит вопрос о ее удалении, потому что сама она хорошо зарегистрировалась, все нормально, но вдруг почему-то она решила заняться людьми в группе Фаберлик и давай их к себе регистрировать. Ну, это, конечно, честно сказать, да, извините за сленг, но это глупое просто отношение к себе, к своему регистрационному номеру. Вот. И такое делать нельзя, да, то есть второй регистрационный номер говорит о том, что на какой бы вы уровень не выросли, вас все равно удалят, да. И если человек перерегистрированный вырастет, пусть хоть до золотого директора, да, его все равно удалят, и вся его структура достанется наставнику. И он работал зря. Да, я знаю, что на офисах сплошь и рядом предлагают, на моем не предлагают. На моем все кодекс знают, слава богу. Вот. И вот сейчас, вот на данный момент, да, эта срочная планерочка говорит о том, что если вы будете работать честно с первых дней и никого не брать к себе, я не знаю, Лена, на что ее толкнула, но у меня, если честно, даже правый глаз задергался, потому что шесть перерегистраций произошло буквально за неделю, то есть она решила, что она сейчас переманит какого-то лидера откуда-то, да, и они все там к ней, и она вот быстро откроет директора. Нельзя этого делать, ни в коем случае. Сейчас всех у нее удалили, она сидит расстраивается, и причем она сидит расстраивается, и причем еще поднят вопрос о ее удалении, потому что она нарушает кодекс компании, и причем ее директору сейчас очень сильно попадет, да, то есть директору будет штраф, и такое делать вообще нельзя. Зачем это надо было делать? Еще ведь догадалась русские буквы на английские поменять, вы представляете? Но нету будущего у таких людей абсолютно нисколько, да, да, подвела очень сильно, вот, Жень, правильно. И вы знаете, вот, чтоб такого у нас с вами не было, дорогие коллеги, давайте будем знать кодекс компании. Во-первых, всем, обязательно всем нужно прочитать вот эти вот, вот это вот правило, обязательно все правила нужно прочитать. Вот, и во-вторых, у нас с вами есть еще и сайт Фаберлик, кого, извините, я не представилась, все, кто меня не знает, меня зовут Аня, Аня Кононова, вот. И когда мы с вами проходим вниз, да, у нас тут с вами есть партнерство, пункты выдачи, да, то есть вот это вот все нужно изучить. Во-первых, вы будете всегда знать о бренде, что такое компания Фаберлик, научные разработки, собственное производство, новости, вы всегда будете знать, новинки каталога, контакты, да, то есть вот в этих контактах вы можете найти номер телефона любого регионального менеджера или руководителя ДП. Далее, да, сервис, как оформить заказ, как оплатить заказ. Это в разных странах разные инструкции. Доставка какая бывает, возврат, как оформлять, регистрировать, как вопросы-ответы, задать вопрос вы можете, да, если вам что-то непонятно. И вот последний пункт, наш с вами вот такой вот важный, у нас с вами есть тут раздел партнерства. И когда мы на него нажимаем, то у нас тут с вами сразу же выскакивает очень много всякой интересной, как даже сказать, информации для вашего роста и для вашего качественного роста, да. Во-первых, вы тут видите все акции и программы. Если вы примените шаг какой-нибудь, да, вот допустим, любую другую страну, Болгарию, то у вас тут будут болгарские акции, да, то есть очень удобно. Примените Азербайджан, у вас тут будут азербайджанские акции, да, вы всегда будете в курсе событий, с какой бы стороны, с какой бы страны, простите, к вам бы новичок не пришел. Но самое важное, это, конечно, знать правила сотрудничества, вот они у нас с вами, да, и план развития, да. Это вот прям очень-очень важно. И у нас с вами открывается целый кодекс деловой этики. И вот этот кодекс деловой этики нужно перечитать и давать перечитывать всем своим новичкам, да, то есть вот тут у нас с вами про доходы, да, то есть а тут вот у нас с вами идет правила сотрудничества, кодекс деловой этики, правила регистрации, вот это обязательно нужно прочитать, да, права и обязанности консультанта, потому что вы должны знать правила наставничества, тут есть, да, обязанности директора, ну, там написано, что вы должны обучать, проводить вебинары, у нас все директора умнички, все ведут вебинары и так далее, да, тут как бы уже, да, то есть мультивалютные расчеты, договор на оказание услуг, как его заключить, да, в каждой стране по-своему, как заключать семейный контракт, право наследования, да, то есть регистрационный номер компании Фаберлик передается по наследству, да, и другие правила и принципы, так вот, смотрите, правила регистрации, вот откуда интернет-проект Фаберлик Онлайн взял вот эти вот, так, минутку, я что выключила, да, вот это вот вступительное задание, мы полностью обновляем информацию и она всегда, всегда, как вам сказать, актуальная, да, и вот эти 11 пунктов надо обязательно знать, да, во-первых, давайте читать с вами вместе, чтобы ни у кого никогда никаких проблем не было с регистрациями, с перерегистрациями, не дай бог, да, чтобы стать консультантом, кандидату требуется рекомендация зарегистрированного консультанта, что это значит, это значит, что человек может зарегистрироваться под вас самостоятельно, если он будет знать ваш регистрационный номер, лучше людей регистрировать самостоятельно, да, для того, чтобы стать консультантом, необходимо зарегистрироваться на сайте или люди вам скидывают данные в соцсетях, на ваш лендинг, да, то есть это без разницы, далее, при регистрации новичка и владелец пункта выдачи, и новичок, и директор, не важно, кто регистрирует человека, обязаны проверить кандидата по фамилии, имени, отчеству и дате рождения, вот, не обязательно удостоверяющего личность, да, почему, потому что, когда люди у вас регистрируются, они и так вам дают дату, да, дату рождения, и вы эту дату рождения ищите уже в сообществе, да, человека с датой рождения, нажимаете, вот, наводите личный кабинет и нажимаете сообщество. Сейчас у нас с вами прогрузится, и после того, как вы нажали раздел сообщества, человек вам дал данные, да, и вы пишете сначала фамилию за главные буквы, потом имя, отчество писать не обязательно, да, и человек вам там дает фамилию, да, фамилию человек вам дает, он дает вам, да, вот тут вот смотрите, вот в этом вот разделчике, вы пишете фамилию, имя, да, человека нашли. Давайте будем искать меня, Кононова Анна. Кононова Анна дала данные, она проживает в город Киров, да, при регистрации, и у Кононовой Анны дата рождения 0-2-10-1983. Смотрим с вами, да, то есть ищем, что-то долго он думает. Вот, значит, нашли. Вот, значит, куча Кононов, да, не смотрим на фотографию, понятно, что меня легко найти. Мы с вами смотрим Кононова Анна Киров, вот, Киров раз. Есть ли еще Кононовы Анны в Кирове, да, то есть мы с вами посмотрели, это все Кононовы Анны, которые есть, и вот мы с вами нашли Кононову Анну. Открываем, открываем о Кононовой Анне информацию сейчас. Долго-долго, но ничего. Это так долго грузится из-за того, что я снимаю экран и делаю демонстрацию экрана. Вот. Если он написал, что нет у меня близкие, родственники, да, там еще список можно продолжать, Валентиночка, да, все верно. Если он пишет, что у него никто не зарегистрирован, лично я верю на слово. Так, сообщество, так, вот она, да, Кононова Анна. И тут у вас уже вы будете видеть, да, то есть вот будет светиться ее дата рождения, это икона Новой Анны, да, и вы уже будете видеть, ага, такой человек с такой датой рождения есть. Да, то есть вы обязательно, прежде чем зарегистрировать человека, вы его обязательно спрашиваете, регистрировались ли вы ранее в компании Faberlic, да, регистрировались ли вы ранее в компании Faberlic, И обязательно, когда он вам дает данные полные, да, то есть он дает свой город проживания и страну, он дает свою дату рождения, этот человек, он дает свою имя, фамилию, имя, отчество, то вы проверяете его, проверить 3 минуты, и у вас уже получается чистая регистрация. Вот, очень часто, когда я начала преподавать на ютубе различные вебинары, снимать различные видеообзоры, ко мне люди очень часто просились на перерегистрацию, и они говорили, нет, я не зарегистрирован, и когда я проверяла через сообщество человека, оказывается, он там есть, да, они могут то дату рождения поменять, то еще что-то, да, но они не меняют свой город очень часто, и я им скидываю скриншот, а это случайно не вы, и они могут меня то в черный список занести, то извиниться, сказать, да, это я, извините, я забыла, я когда-то давно регистрировалась. Так вот, если человек уж очень сильно к вам просится, вы можете его к себе взять, но при одном условии, что он год не будет делать заказы, и его регистрационный номер терминируется. И вот только после терминации человек имеет право регистрироваться заново, но обычно такого никто не ждет, если честно, да, такое никто не ждет, а когда я им пишу, что вы проситесь на перерегистрацию, знайте, что когда вы вырастите и будете заключать договор с компанией, вас компания подловит, удалит, и вся ваша структура достанется мне. Единственный выход, чтобы зарегистрироваться честно, это год ждать терминации. Люди пропадают, никто не ждет, понимаете, никто не ждет, и вы уже понимаете, что вы этому человеку объяснили, и он больше никуда не полезет и никого не подставит, да. Есть такие вот обманушечки люди. У меня так было, да, вот Вероника меня понимает. Запись идет, запись идет. Я Вику Карапину попросила отменить вебинар, я ей звонила и на сотовый, я ей писала в телеграм, но у меня не получилось до нее достучаться, поэтому я перед Викой извинюсь уже после вебинара. Ну, да, Валя, и такое тоже бывает. Терминация – это удаление регистрационного номера за неактивность. Очень хороший вопрос, Анюта, ты молодец. Человек, когда приходит в компанию, и когда он регистрируется в компании, и если он не делает заказы в течение трех каталогов, то на четвертый его номер удаляют. Он становится неактивный, потому что компания, ну, таких людей чистит для того, чтобы не перегружать сайт регистрационными номерами. Или терминация бывает во втором случае, когда человек делал заказы, покупал, все было хорошо, и вдруг он перестал по каким-то причинам делать заказы, и его терминируют в течение 18 каталогов с момента последнего заказа. Вебинар о кодексе компании. Да, да, Анюта, вот таким вот образом. И это значит терминация, то есть его регистрационный номер чистят за неактивность, чтобы он не занимал место. Вот-вот-вот, Людочка, такое бывает. Но тут самое главное в перерегистрациях, это не подставить себя, не подставить под сомнение свою структуру. И, конечно же, самое важное, самое главное, это когда вы уже будете на высоком уровне, и вы представьте, вам предъявят перерегистрацию, и вас, допустим, в наказании лишат 100% объемной скидки, а у вас там зарплата будет 1100, а вы ничего не получите, потому что в компании Фаберлик есть кодекс, как и есть во всех компаниях. Во-во-во-во-во, у меня было таких двое даже, я вип давно, я уже скоро буду серебряным випом, и, если честно, у меня уже таких трое было, я ей пишу, а вы зачем это сделали? Она говорит, ну я подарок хотела, вы меня извините, я подарок забрала, так можете удалять. Ну вот смех и грех с такими, да, ну бывают такие люди, сделала заказ, вы говорите, дайте мне подарок забрать, я написала в обратную связь, прикрепила ее ответ, и вы знаете, компания Фаберлик ей дала забрать подарок и удалила ее после этого. Вот какая лояльная компания. У нас недавно поменяли электронную почту, телефон, и все остальные данные оставили, получилась перерегистрация, пришлось писать, да, 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 пишем обязательно в обратную связь, тут ничего страшного нет. Если вы в своей структуре выявили перерегистрацию, да, я ВИПа тоже проверяю, Олечка, ВИПов тоже надо проверять, потому что ВИП, регистрации по ВИПу, это самостоятельная регистрация людей, да, то есть когда компания Фаберлик дарит вам регистрацию, эти люди, которые зарегистрировались, они приходят просто через сайт, да, получается, и иногда бывает такое, что они по несколько раз из-за подарков регистрируются, такое тоже бывает. И самое важное, что вы должны знать, если в вашей структуре выявлена перерегистрация, никаких наказаний, никаких штрафов, никаких удалений у вас не будет, с вами будет все хорошо, если вы кое-что сделаете. Если вы сами откроете обратную связь и напишите, здравствуйте, в моей структуре выявлена перерегистрация, прошу удалить первый регистрационный номер, такой-то, 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 ну, или просто фамилия, имя, да, хотя бы, да, первого номера, и вот в моей структуре второй регистрационный номер, да, пишите уже, вы этот номер знаете, и пишите фамилию, имя, отчество, да, этого человека уже, как бы, да, копируете с сообщества или из раздела «Моя структура», и вам ничего с этого не будет, если вы добровольно напишите на удаление такого человека. А вот если вы будете молчать или вы будете плохо следить за своей структурой, то, может, вы могут выписать и штраф, потому что, ну, так нельзя делать, потому что перерегистрация – это, ну, вы сами понимаете, лидеры строят веточку, да, и вдруг раз, вот как получилось, я вообще в таком шоке была, раз, веточка начала падать, 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 лидер пошел искать людей и нашел их в другой структуре, понятно, он разозленный и напишет, а если там 5, 6, 7 регистраций, то такого человека, ну, как сказать, там, недобросовестного могут даже удалить с компанией «Фаберлик», зачем он нам такой? Ну, вот у нас сейчас была такая вот дилемма, что девушка, не зная кодекс компании, начала вытворять, что попало, начала перерегистрировать людей из другой структуры к себе в структуру. Вот, и я сейчас собрала всех, чтобы все знали, что это все равно выяснится, если кто-то так захочет сделать, это, этого человека все равно удалят, да, вас оштрафуют, если вы не директор, то оштрафуют вашего директора просто так, ни за что, да вообще, Оль, ничего не говори, я в шоке, если честно, я такого еще, таких глупостей, ну, и, конечно, были такие глупости, но как-то пишешь человеку, говоришь, а он сам пишет на регистрацию. Тут я звоню этой девушке, говорю, надо срочно всех удалять, а она говорит, а я не буду, они ко мне хотят, что-то они должны там быть, если они хотят ко мне, понимаете? Как проверить, если родные сестры, а фамилии разные? То есть мы проверяем через сообщество. Если этого человека нет, то мы обязательно пишем человеку такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, зарегистрированы ли у вас в структуре близкие прямые родственники? И в скобочках перечисляйте муж, мама, папа, брат, сестра, да, то есть и закрываете скобочку, и вот таким вот образом вы высылаете. Если человек говорит нет, то я этому человеку верю. Ну, это просто, знаете, как вам даже сказать, недальновидность, недальновидность девушки, вот, а если он говорит нет, мы регистрируем данного человека. Иногда бывает такое, что человек может сказать нет, но он может там дать почту, которая уже зарегистрирована, номер телефона, который уже зарегистрирован, да, и тогда, конечно, тоже вы говорите, вы уже зарегистрированы, ваш номер совпадает с номером другого пользователя, да. Вот, да, самое главное, что нужно понимать, что новички, которые вот такое вытверлили, как та девушка, это эгоизм, это чистый воды эгоизм, потому что люди, которые к ней пришли, они лишены права получать деньги на расчетный счет в банке, потому что их компания подловит и удалит, понимаете. Это чистый воды эгоизм так делать, даже тут уже не о кодексе нужно разговаривать, а о человеке, который вот так поступает, зная кодекс, да, поэтому обязательно давайте с вами будем собираться на таких планерочках или будем обязательно что-то делать, но если в вашей структуре сейчас, на данный момент, да, особенно дорогие новички, которые пришли к нам, каталог 2, 3, пожалуйста, проверьте свои, да, то есть если вдруг у вас выявятся какие-то перерегистрации, еще что-то, да, не переживайте, не нервничайте, вам ничего не будет, если вы напишите на удаление в обратную связь, это очень-очень важно, да, то есть это, ну, во всех сетевых компаниях, какие бы вы компании ни взяли, кодекс одинаковый, и его нужно соблюдать. Да, это все равно, что, я не знаю, допустим, в профессиональный магазин, да, там, я не знаю, какой-нибудь, Адидас, да, забежит Найк и начнет посередине продавать, да, свой Найк посреди адидасовского магазина, и, конечно, адидасовские производства скажут, а ну, пошел отсюда, да, то есть, ну, вот это то же самое, нельзя, нельзя брать чужие структуры, нельзя, ни в коем случае, такого быть не должно и никогда быть не должно. Если человек терминировался, его можно регистрировать сразу же на следующий же день, после терминации, да, после терминации можно регистрировать человека. Да, очень часто вот участились случаи, честно скажу, прямо наболело, вам чуть-чуть так пожалуюсь, да, когда мы начали расти, активно развивать Ютуб, мне очень часто, возьмите меня к себе, пожалуйста, ну, возьмите, я хочу обучаться по вашим методикам, ну, возьмите, я хочу расти, и вот начинают, ноют, 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 я взяла и вывесила фотографию, что перерегистрировать никого не буду, потому что, да, то есть, и так получилось, что они начали лезть к директорам, к новичкам, да, то есть, они хотят, вот, все равно хотят, да, а новички им поревут, вот такие вот люди, да, им поревут, и они вот это вот, и берут их, да, то есть, а вот в итоге-то кто пострадает? И вы пострадаете, и ваш директор, и человека все равно удалят, понимаете? И у вас будет предупреждение на номере висеть. Первое предупреждение – это 50% ОС, второе предупреждение – это 100% ОС, объемной скидки, да, которая к вам приходит. Третье предупреждение – это удаление регистрационного номера с базы, потому что нельзя перерегистрировать, да, то есть, перед каждой регистрацией мы с вами обязаны проверять человека. Вот. Ну что ж, дорогие коллеги, есть ли у вас еще вопросики, потому что тема очень важная. Свекровь – не близкий родственник. Мама может регистрироваться не прямо под дочь, а ниже. Нет, мама прямо под дочь должна регистрироваться между близкими и родственниками, не должно быть чужих людей и дальних родственников. Аня, жена брата должна быть зарегистрирована в моей структуре, или как-нибудь близкий родственник может иметь номер на другой стороне. Жена у брата, если да, может иметь. Если брат не зарегистрирован у вас, да, то жена брата – это дальний родственник, Она имеет право иметь другой регистрационный номер. Если одну дочь под себя зарегистрировала, могу вторую дочь регистрировать под первой дочкой? Да, абсолютно верно. А где узнать, зарегистрирован или нет? Елена, ответьте мне, пожалуйста, сейчас в чате, видели ли вы, как я вам показывала через сообщество, как искать людей на перерегистрацию. Ой, Валентиночка, у тебя есть очень хорошее видео, как проверять людей. Скинь, скинь, пожалуйста, в чат. Скинь, пожалуйста, в чат, мы все дружно его посмотрим у тебя. Так, родная сестра мужа считается родственником? Сестра мужа? Нет. Ну, она считается родственником, но она не близкий родственник, сестра мужа. Как проверить, зарегистрирован или нет? Через сообщество, девочки, через сообщество. Вот, сестры, братья разные. Ага, ну тут Женя пишет. Так, далее. Аня, а если моя сестра, если родная, да, я так понимаю, зарегистрируется, к примеру, к своей подружке, а не ко мне, меня могут наказать, она знает, что я здесь. Нет, Аленочка, тебя не накажут. Твою сестру удалят или переведут под тебя по кодексу компании. Никаких наказаний не будет. Ничего, тебе точно ничего не будет. А вот девушке, которая ее перерегистрировала, может быть и штрафы ее директору, потому что родная сестра – это близкий прямой родственник. Отвечает ли директор в открытом звании за перерегистрацию в структуре? Ну да, да. Либо только подтвержденное звание директора. Все отвечают, даже обычный наставник, да, там, вот на 9%, вот эта вот девушка, которая в прошлом каталоге пришла, да, на 9%, она будет отвечать. Потому что мало того, что она не стала писать на перерегистрирование, на удаление, так она еще и спорила, понимаете. А если родные сестры не в очень хороших отношениях, и вторая говорит, не мое дело, мое дело, куда регистрироваться, и регистрироваться в другую структуру, что будет при этом первой сестре? Первой сестре ничего не будет, вторая сестра не откроет никогда контракт, потому что она близкий родственник первой сестры. Вот и все. Ничего не будет первой сестре абсолютно. То есть это будет наставнику, который знал, что у него есть родная сестра, близкий прямой родственник, который зарегистрирован в другой структуре и все равно регистрировал, понимаете. Вот. То есть когда новичка хочу зарегать, обязательно вопрос задать, родственники регистрированы или нет. Правильно, да. Правильно, Катюша, только нужно немножко переформулировать вопрос. Подскажите, пожалуйста, были ли ранее зарегистрированы вы или ваши близкие прямые родственники, да, потому что там двоюродные братья и так далее, это уже не считается близкими прямыми родственниками. И нужно знать, что, а то вы так вообще всех родственников забоитесь регистрировать, а нельзя регистрировать только прямых. Вот. Предоставляется всем желающим, независимо от пола, национальности, вероисповедания и политических взглядов. Пятое. Цифру 5 я сейчас читаю. Консультант Фаберлик может иметь только один регистрационный номер. Родственники, родители, супруги, братья и сестры, все, понимаете, только близкие родственники, прямые, могут оформить семейный контракт, что подразумевает регистрацию на один номер двух родственников. Один из которых будет первым держателем номера, другой вторым держателем номера. Шестое. Если при регистрации новичка допущена ошибка в номере наставника, исправить эту ошибку можно в течение двух расчетных периодов. Вот недавно тоже был случай с новичком, но мы это быстро проблему решили, буквально за один час. Новичок стала проводить регистрацию и ошиблась, и человек ушел под другого человека. Мы этому человеку написали в сообществе, она нам сама позвонила, мы этого человека перевели. Да, то есть все отлично, все хорошо, буквально вот за час решили проблему и через два дня ее перевели. Вот, вторая проблемка у нас была покруче. Девушка зарегистрировала не туда человека, да, внимание, зарегистрировала не туда человека и думает, ну раз не туда, ничего страшного, и зарегистрировала второй раз. А что, почему бы нет? А это уже нарушение. Это уже нарушение, потому что первый регистрационный номер у человека есть, и так делать было нельзя. Да, то есть вот тут обязательно знайте этот момент. Вот, далее. Шестое, да, так. Так, и конечно же, вот тут написано, если при регистрации новичка была допущена ошибка, то в течение двух расчетных периодов с момента регистрации новичка можно перевести, и для этого нужно подать заявку в раздел «Обратная связь» в программе «Партнер». Вот, видите, вот сейчас пойду проверять через сообщество, видите, под меня компания «Фаберлик» по ВИПу зарегистрировала человека, да, то есть и заявка подается наставникам, в структуру которого ошибочно подписался консультант. Да, и ошибка будет исправлена только в случае, если новичок не имеет под собой структуры. Даже если новичок сделал и оплатил заказ, ваш новичок в чужой структуре, то его наставник действующий может написать заявление о переводе. Я такие заявления писала уже не раз, под меня попадало, ой, три или даже четыре консультанта таких, я писала всегда, ну, бывают ошибки. Да, далее, если новый консультант с момента регистрации не сделал ни одного заказа в течение трех расчетных периодов, компания оставляет за собой право удалить его номер из базы данных без предупреждения. То есть это и есть та самая терминация. Если консультант после регистрации сделал личный заказ, а далее не оформил ни одного заказа, удаление такого регистрационного номера может быть выполнено по истечении года неактивности номера. Это как раз терминация, когда я вам говорила, вот, по истечении 18 каталогов. Компания оставляет за собой право удалить номер из базы данных без предупреждения. Новая регистрация консультанта в таком случае будет, возможно, сразу после удаления номера на общих основаниях в структуру любого наставника. Далее, девятое, читаю девятое. Консультант может удалить свой номер из базы данных по личному заявлению. Если человек удалил свой номер из базы данных по личному заявлению и такие люди мне попадались, то он тоже не имеет права год регистрироваться в компании. Неважно, ждет он терминации или он удалил свой номер, он все равно ждет год. То есть возобновление действия деятельности в компании в таком случае будет, возможно, по истечению года после удаления номера из базы данных. Далее, при удалении регистрационного номера консультанта из базы данных компании по любой причине структура консультанта передается вышестоящему наставнику. При установлении факта повторной регистрации консультанта, в том числе по личным данным родственников, новый регистрационный номер в другой структуре будет удален без сохранения данных по удаляемому номеру. Наставник, структуру которого произошла перерегистрация, будет оштрафован. Все теперь все знают. Ставим плюсики, минусики, задаем вопросики. Так, вопросов 11. Так, отвечает ли в структуре... Так, в моей структуре зарегистрирована девушка, а сестра ее позже и в другую структуру. Валентина Веселова. Да, да. Если в твоей структуре девушка у нее первый регистрационный номер, родная сестра, второй регистрационный номер, это перерегистрация. Отвечает ли директор... А, все. Все. Ну что ж, дорогие коллеги, работаем честно, а значит спокойно. И, конечно, я хочу перед вами немножко извиниться, даже не немножко, а прямо от всего сердца, простите, заговариваясь, потому что очень разволновалась из-за этого случая. Вот. А вдруг сестра, дочь или мама регались просто покупать, а я вот бизнес хочу, и я обязана идти к родственнику. Жень, да, да. Вот что вот. Вот на самом деле я не считаю это справедливым, но вот по кодексу, да. Да, то есть вот. Что? Ага. Оля, спасибо. Да, бывает, что и не... Аня, как выявляются... Выявляют, например, родных сестер? Ну, это обычно, знаете, менеджеры ПВ пишут там заявление или наставник увидел перерегистрацию и написал заявление, да. Вот у нас тоже так было, девушка зарегистрировалась, отработала полгода, все было хорошо. Потом вас на меня поступает заявление на перерегистрацию. Я так удивилась, думаю, что такое. Думаю, ну ладно, всякое бывает, проскакивает, да. А потом смотрю, регистрационные номера-то наоборот, наоборот. И написан это заголовок перерегистрация, я переволновалась. А потом смотрю, это вы человека под нее перевели в первую линию. Вот, перевели в первую линию, что очень... Я даже посмеялась, потому что на меня написали заявление, а ее штрафовали, а человека отдали мне. Да, то есть, ну это нормально. Девушка просто не, походу, не понимает, какой первый регномер, какой второй. Она подумала, ага, видите, получила сама. Тоже вот всякое бывает. Все актуально. Анечка, вы не посмотрели мой вопрос. Минутку. Последний вопрос от Валентины Веселовой. Больше у меня нет вопросов. А все, все, девочки, появилось. Так, Оля Дерябина. Аня, если выявится, например, что мой консультант ушел в другую структуру, куда надо писать? В личный кабинет заходим, в раздел «Обратная связь». И в разделе «Обратная связь» пишите другие вопросы. Давайте покажу. Значит, вот личный кабинет. Вот тут вот есть обратная связь. Нажимаете на обратную связь. Дидинь, дидинь. Как я не люблю, когда долго грузится. Вот. И тут вот, смотрите, все есть, да, партнерство, база знаний и так далее. Вот. Это справочные центры, вот, избранные. И не нашли ответ на свой вопрос. И нажимаете «Написать нам». Вот, да, то есть это раздел «Я называю другие вопросы». Тема, да, тут пишите заголовок, допустим, «Перерегистрация». Да, то есть и тут вы пишете описание, да, такая-то, такая-то. Первый рекномер, второй рекномер обязательно, да. То есть если вы все знаете и далее, вот, смотрите, тут есть новое обращение, мои обращения. Тут вы будете смотреть, кто вам ответил, кто вам не ответил. И архив обращений, да, то есть вы можете всегда видеть свои переписки. Но я пользуюсь только вот, мои обращения. Я смотрю, ответили мне на вопрос или не ответили, да. Да, удаляю я людей, честно скажу, ну, примерно 2-3 человека в неделю. Потому что я, как бы, ну, проверяю структуру 2-3 человека в неделю. Я выявляю, я их всегда пишу на терминацию. Это очень важно, очень важно. Вот, так, значит, на этот вопрос ответила. Аня, если все... Так, минутку. Так, если... Так, Елена Науменко. Если всех своих проверила, все хорошо. Спасибо, будем знать. Ага. Так, Леночка умница. Так, Елена Вершинина. Аня, если была зарегистрирована мать, ее номер терминировали. Можно дочери в другую структуру? Дочери можно в другую структуру, только в том случае, если уже произошла терминация. До того, как не терминировали маму, дочери нельзя регистрироваться. Так. Тихенькая Татьяна. А если ошибочный наставник не хочет писать перевод к другому наставнику? Ну, что могу сказать, потеряли новичка? Тут уже, как бы, на самом деле, да, сложно, если она не пишет. Вот, может сам человек написать в обратную связь, здравствуйте, я пыталась зарегистрироваться, попала не туда, хочу, вот, допустим, к своей подруге, да. То есть, наставник отказывается писать перевод, скажите, что мне делать. Но обычно, если отказывается, то, как бы, человек просто не делает заказы и ждет, чтобы обратно к своей подруге прийти. У меня вот был такой случай, ко мне пришли три девчонки, я их решила все зарегистрировать. Одну зарегистрировала, мы с ней активировались, пошла вторая регистрация, а третью регистрацию я взяла и вот одну циферку перепутала, и человек попал не туда. Ну, и что вы думаете? Я написала наставнице, она мне отказала, но мы с ней ждали три месяца терминации. И все равно она пришла ко мне, потому что, ну, мы с ней дружим. Она мне делает шугаринг уже, знаете, извините меня, более года, наверное, ко мне ходит, да, делает мне депиляцию, этим воском ноги дрет, да. Как бы мы с ней реально давно знакомы, ну, как это она, она даже не захотела, но она на меня и не обиделась, что я ошиблась. Вот, далее. Аня, так, Марина Лукьянова. Аня, а перерегистрацию компания проверяет только по жалобе или по инициативе, что это происходит стабильно? Смотри, Марина, есть люди, которых часто предупреждают, их уже начинают проверять, их, то есть, берут на прицел, их начинают шерстить, проверять часто. Да, то есть, далее, по своей инициативе тоже удаляют, по жалобе удаляют, обычно чаще всего это бывает по жалобе, да, и, ну, в принципе, да, да, все ты написала правильно, по жалобе или по своей инициативе. Конечно, если жалоба, это штраф, если своя инициатива, никакого штрафа и никакого предупреждения на вашем номере не будут висеть. Далее. Вкратце расскажите, что случилось. Викуйска, привет! Ты меня прости, дорогая, я тебе пыталась позвонить, но я уже поняла, что ты готовишься к вебинару. У нас тут ЧП случилось. Девушка, ну, конечно, не в моей личной группе, но все равно. Девушка, артистка, вышла на 9% за один каталог, и потом на нее посыпали жалобе о перерегистрации. Она взяла и просто начала перетаскивать чужую ветку из другой структуры. И я срочно собрала, прям в сердцах, вебинар, срочно собрала планерку, чтобы всех предупредить, чтобы такого ни у кого не было. Что такое кодекс, мы обо всем поговорили. Что этот кодекс есть во всех компаниях. Далее, Елена Науменко, Аня, а если человек написал заявление на терминацию, зарегистрировала, зарегистрировать мужа или маму, может, нет, год, год, ждем год, ждем год. Аня, а всегда ли проверяют регистрации по ВИПу от компании? Проверяет сам наставник, под которого прошла регистрация. В других компаниях не важно, есть или нет человек, если он работает. То есть, смотрите, во всех компаниях сетевых, фаберлик, не фаберлик, не важно, да, то есть существует такой кодекс еще, да, по поводу других компаний. Вы можете быть как потребитель зарегистрированный везде и везде покупать, но если вы уже вышли в статус директорства, если вы уже открыли индивидуальное предпринимательство, если у вас уже заключен контракт с компанией фаберлик, то вы не имеете права не регистрироваться в других сетевых компаниях, не звать в эту сетевую другую компанию. Но это везде одинаковый кодекс, я думаю, вы его знаете. Так, еще хочу вопросов, мало вопросов задаете. Аня, если сестры зарегистрированы в разных структурах, живут в разных городах и фамилии разные, а вторая сестра не знала, что первая зарегистрирована и бизнес строит, только вторая. Первая просто время от времени берет продукцию, вторую сестру могут удалить, могут, ее удалят. И такую вторую сестру нельзя держать в своей структуре, надо писать на терминацию такой сестры, каким бы она крутым бизнес-партнером у вас не была. Потому что когда она будет оформлять свой перевод денег на расчетный счет в банке, а это бывает очень часто и очень быстро, да, то есть несколько лидеров в каталог открывают индивидуальное предпринимательство, извините, несколько десятков, наверное, даже в каталог. Поэтому ее выявляют, ее удаляют, да, то есть наставника штрафуют, и все вот, и бесполезно все это, Юлечка. А как один человек был? Ой, у меня есть знакомый, который, мальчик, правда, да, которому 18 лет, я его знаю очень хорошо, потому что мы с его мамой в хороших отношениях. Так он во всех пирамидах перерегистрировался, во всех сетевых компаниях перерегистрировался, вот, поэтому всякие есть. Ольга, если есть такие случаи, если есть доказательства, пишите в обратную связь. К сожалению, пункты выдачи есть чистые, а есть очень нечистые, нечестные. Вот, очень часто на пункте выдачи переманивают, и в день я могу получить одну-две жалобы с просьбой защитить структуру от менеджера пункта выдачи. Такое бывает, к сожалению, ну, от этого никуда не уйдешь. Компания Фаберлик уже с ними поговорила, и все, и они все равно манят людей, все равно они не понимают, что так делать нельзя. Взять, теща. Нет, не близкие. В двух компаниях можно быть зарегистрированным и просто покупать, но если вы строите бизнес, то нужно быть зарегистрированным только в одной компании. Ольга, можно? Просто покупать можно. Так, Елизавета, всем здравствуйте. Так, меня переманивает девушка с ПВН. Ну, как обычно, мои вопросы выше остались без ответа. Так, во вкладке в ответов, Екатерина, последняя Юлия Кириллова. Я не вижу ваших вопросов. Продублируйте, пожалуйста, вопросы. Я, по-моему, ни одного не пропустила. Если вы написали в чате, то чат очень активный, вопросы быстро уходят. Поэтому нужно писать вверх на вкладку «Вопросы». Прошу вас скопировать свой вопрос и вставить его во вкладочку «Вопросы». Я его увижу. 18, Люда. Анюта, будет запись. Где посмотреть кодекс? Смотрим. Проходим. Давайте я вам скину даже ссылочку. Да. У кого не проходит, значит, вы с другой стороны. Вы просто смотрите у себя. Сейчас я вам скину ссылочку сначала на кодекс. Так. Пожалуйста, ссылочка. И смотрим на демонстрацию экрана. То есть у всех у вас есть личный кабинет Фаберли. Как я сюда попала? В правила регистрации-то как попала, да? Вот. Также вот видите кодекс деловой этики. Его тоже нужно обязательно почитать. Вот заходите в раздел «Партнерство». Он внизу. В самом низу. Нажимаете «Партнерство». Тут у вас сбоку прогружается. И вот тут вот есть «Правила сотрудничества». В «Правилах сотрудничества» вы видите основные понятия термины. «Кодекс деловой этики», «Правила регистрации», «Права обязанностей консультанта» и т.р.т.т.т. Вот это все желательно перечитать. Тем более тут написано очень мало. Тут реально очень мало написано. И как бы, ну, больше часа вы точно не просидите, если вы все это перечитаете. Да, ошибки при регистрации бывают, когда новичок регистрирует человека, он может указать высший верхний номер не тот. Верхний номер не тот, под которого проводят регистрацию, и человек уходит не в ту структуру. Вкладка «Вопросы недоступны из-за демонстрации экрана». А как девочки пишут? Удаление номера после заявки на удаление тоже. Да, да, доступно, да, доступно. Так, ну что ж, я смотрю, все, 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 все. Так, ой, минуточку, не то. Если вам что-то непонятно, да, с нашего проекта, вот такой, ой, кошмар. Да, если вам что-то непонятно, дорогие коллеги, то я прошу помнить всегда, ваши директоры всегда с вами рядом. Обязательно пишите им все вопросы. Не забывайте писать вопросы. Если у вас есть какие-то сомнения, лучше сто раз переспросите, чем сделать вот такую вот грубую ошибку. Нарушение кодекса компании – это одна из самых грубейших ошибок, которая не даст вам потом расти хорошо, растем честно. Да, если и вы не перерегистрируйте, и если вашу команду перерегистрируют на пункте выдачи, тоже обязательно пишите на таких людей заявления и жалобы, что вот так и так. Ну что ж, всем спасибо за внимание. 55 минут с вами просидели, да. Я думала, я быстренько за полчаса с вами пообщаюсь. Огромное спасибо, что все отнеслись серьезно, что собрали максимальное количество людей на вебинаре. Для меня это очень-очень важно. Работаем честно, а значит спокойно, а значит уверенно и быстро. Да, всем-всем огромное спасибо, дорогие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!